Всем привет! Меня зовут Дима, как вы уже знаете, так случайно вышло, но моя лекция сегодня будет об интеллектуальной собственности, о патентах, и я вам скажу немножко, кто такие патентные тролли, и как вообще делаются патенты, зачем, для чего. Готовы? Конечно готовы. Поем? Ладно. Вообще, в широком понимании вся интеллектуальная собственность — это результат любой интеллектуальной деятельности человека. То есть то, что мы придумали, если мы выдали что-то крутое, какое-то изобретение, то это и есть наша собственность интеллектуальная. Вообще, в частности, к ней относятся очень много всяких вещей, например, художественные всякие, литературные штуки, изобретения, ну даже сорта растений, новые животные, куча всего, целая из риска в кодексе есть, но все это чать не буду, потому что очень мало времени. Существуют разные способы защитить вашу интеллектуальную собственность, например, к ним относятся копирайт. Обычно некоторые люди думают, что это выглядит именно так. Вот, если вы ставите такой значок, то типа это или вы придумали, или это как-то защищается кем-то. Это моя страница, не важно. Давай, Вячеслав. Вообще, патентом можно защитить обычно три вида интеллектуальной собственности. Во-первых, это изобретение, это полезная модель и промышленный образец. Изобретение, ну, это процесс, способ или продукт. К продукту относятся, например, вещества, устройства, штаммы вирусов, различные группы бактерий и много чего другого. И есть три важных характеристики, три аспекта, по которым ваш патент могут принять или нет. Во-первых, это анализма. То есть ваш патент, ваше изобретение должно быть чем-то новым, чего еще не было в мире. Это такая главная характеристика. А во-вторых, эта штука должна быть полезной. То есть ее можно где-нибудь применить, ну, где-нибудь вашу технологию, она должна быть полезной, обязательно. И в-третьих, она должна иметь изобретательский уровень. Это значит, что специалист в той области, в которой вы придумали изобретение, должен сказать, что это было не очевидно. Вот так, это сложно. Патентное изобретение выдается на 20 лет и его можно продлить до 5 лет, если это патентное изобретение нового лекарства или средства защиты животных или средства защиты растений. Потому что, чтобы выпустить такое лекарство или любое средство защиты, нужны дополнительные тесты, а это занимает время. То есть вам дают еще дополнительно 5 лет, если вопрос, если вам это нужно. Следующая собственность, которая освещается патентом, это полезная модель. Там также есть характеристики, то есть новизна, то есть неочевидная штука, и она должна быть реализуема уже с существующим уровнем техники. То есть то, что уже есть в мире, с помощью этой техники можно реализовать вашу задумку. И патент на полезную модель выдается на 10 лет без возможности продлить. Следующий патент на промышленный образец. Это достаточно просто, самая простая штука, потому что это результат вашей творческой деятельности в сфере художественного конструирования. То есть это любой вид формы, любой новый цвет, любая конструкция, которая влияет в первую очередь на то, как предмет выглядит с эстетической точки зрения. То есть какая-нибудь красивая штука, если раньше такого никогда не было, какая-то форма или цвет, что угодно, то это тоже можно патентовать. И патент выдается на 10 лет. Каждый год ваш патент нужно оплачивать. То есть страна собирает госпошлину. И это зависит от того, физическое вы лицо или физическое. И цена где-то колебается от 100 гривен до 3400 гривен. Некоторые изобретатели, они вообще в мире очень-очень много, всегда было. И некоторые изобретатели думают, что их изобретения очень крутые и полезные, поэтому они патентуют всякие разные вещи. И давайте, в общем, сами посмотрим. Я вам покажу то, что я нашел в интернете. То, что есть на самом деле на сайте в реестре всемирных, то есть есть всемирный реестр патентов. И я проверял, там эти штуки действительно есть или были какое-то время. Пока не прошло 20 лет или больше. Давайте посмотрим. Вот. Это патент на такую штуку, которая помогает заправлять вам кровать. Если вы ленивый очень, не заправляете кровать, то вы цепляете такое вот крепление на вашу раму кровати с двух сторон. Тут есть специальные такие колесики и валик, который, собственно, заправляет кровать и расправляет складки. Вот. Это запатентованная вещь. И она была запатентована очень давно, поэтому срок уже прошел, но вот такая штука была. Давай дальше. И еще разок. Стоп. Ладно. В общем, ладно, смотрите. Это патентное устройство, которое раньше выравнивало зубы. То есть раньше были вот такие штуки, сейчас они проще, вы знаете, наверное. И патент состоит в том, что вот эта система, которая была в зубах, точнее в рту, она работала как сигнализация, если вы забыли надеть вот эту вот дугу. Вот эту вот дугу. Не знаю, как можно ее забыть, но если вы вдруг забыли, то магнит, который был у вас в рту, он не срабатывал. И работая сигнализация, пока вы ее не наденете. Вот так. Давай дальше. И еще раз. Это патент на сэндвич. Точнее не на все сэндвичи, а на особенный рецепт сэндвича. То есть вот как он делается. Берем два кусочка хлеба, обрезаем корочку. Внутрь нужно обязательно намазать с одной стороны, точнее снизу и сверху арахисовое масло и положить туда желе. Также его нужно сплюснуть, вот так вот как-то склеить по бокам, чтобы то, что внутри, не выливалось, когда вы его кушаете. И также его оборачивали специальной фольгой или пленкой, чтобы он дольше хранился. Вот именно на такой рецепт сделали патент. И, ну, как видите, он до сих пор работает. Да, еще работает. Идем дальше. Очень интересная штука на самом деле, потому что это специальный конус, который помогает кушать мороженое, точнее шарик мороженого без движений языком. Он сам крутит этот шарик. То есть вы просто высовываете язык и кушаете это мороженое. И там, кстати, в описании рецепта написано, что не обязательно это должно быть мороженое, это любой шарик любой еды. То есть вы можете хоть оливье у себя сплюснуть в виде шарика и кушать как-то вот так. Кстати, если вы хотите проверить как-нибудь эту штуку, то заходите на сайт vipo, это всемирный реестр патентов, и вводите вот этот вот номер. По этому номеру можете найти все патенты, которые я сам проверял. Давай дальше. И еще. Это очень интересный патент на метод катания на качельках. Его запатентовал маленький мальчик, ему был этот дед, а помог ему в этом его отец. Он был патентным поверьем, то есть это как бы его юрист, который, то есть автором был мальчик, а патентовал это его отец. Он как-то был в школе, катался на качелях и видел, что качели друг к другу очень близко, и когда ты катаешься вот так вот, в одну сторону, то это скучно. Он решил кататься вот так вот, по кругу. Но это ему мешало в другие качели, поэтому он запатентовал и способ катания вот так вот, просто классика. И два овальной траектории. Если вы хотите как-то это продавать, то ему нужно будет платить за лицензию. Такой вот мальчик. Давайте дальше. И еще раз. Это одно из моих любимых изобретений. Парни меня поймут. Если вы очень пьяный в пабе, зашли в туалет, и вам очень трудно стоять, это специальная подставка для лба. Вы можете стоять где-то там, не знаю, над писсуаром или где-нибудь еще и просто отдохнуть немножко. Вот так. Также эта штука работает в душе. Не знаю почему, но может быть просто или сонные утром, такое бывает. Или просто устали, и вам трудно стоять ровно. Вы можете просто опереться головой и стоять. Давай дальше. Фух. Это изобретение было сделано для политиков и для детей. Во-первых, чтобы объяснять детям, что такая певязанность, и чтобы были между ними безопасные поцелуи. То есть там не в губы, там не знаю, не важно куда, просто суть в том, что это нужно было делать через специальную пленку. Вот. И также, когда политики проводят свои компании, как вы знаете, они обычно целуют детей. Типа чужих. Просто странно, но... Вот. И это было также для них, чтобы они не заразили кого-нибудь политикой, наверное. Давай дальше. Спасибо. Это сложно, но давайте я вам объясню. Была такая проблема в Америке, что там было очень много толстых людей. И также была очень большая проблема, это еще полбеды. Там было очень много детей, которые страдают лишним весом. И потому им сделали вот такое изобретение. То есть это штука, которая контролирует поедание еды. Если ребенок очень много кушал и не контролировал это сам, то ему надевали вот такую маску на лицо с ремнями и замками. Которая мало того, что вам нельзя было кушать, потому что тут решетка, так еще она внизу держала ваш подбородок, чтобы вы ничего не могли укусить или вообще жевать. Вот. Такие дела. Давай дальше. О, это моя любимая штука. Это изобретение связано с одиночеством, наверное. Но это не то, что вы подумали. Это штука, которая дает пять. Если вы без друзей сидите дома один и написали смешный коммент в контакте, и такой, ага, чувак, давай пять, то эта штука вам помогает. Она просто стоит на столе и дает вам пять. Все. Вот такое изобретение. Это патент. Давай дальше. Это, на самом деле, интересная штука и важная, потому что это для людей с чувствительными зубами. Если вы были у стоматолога, после чистки у вас очень-очень болит все во рту, там десна, все просто кровоточит, и вам можно чистить зубы, надев щетку на палец. То есть вот так вот. Это, не знаю, это, ну, на самом деле, круто, мне понравилось, но выглядит это очень странно. Тем более, что это 99-й год. Уже щетки как бы были. Слышал я. Давай дальше. О, это вам нравится, это вам нравится женщина. Это трехногие колготки. Для чего они нужны? Как вы думаете? Здесь одна подвалка. Верняк, да. Смотрите, они, если вы надеваете две ноги, то тут есть специальный карманчик на поясе, вы засовываете тут третью запасную ногу. Да, вдруг на одной ноге чего-то сорвался, вы этот пакуете внутрь, а третий надеваете на ногу. Пам-пам, патент. Идем дальше. Это патент на специальные такие насадки для ушей у животных, которые длинные уши, и если они кушают из миски, то уши остаются чистыми. Хотел видел, как просто в интернете собака надевает на уши резинки для волос. Вот, обманули патент просто. Идем дальше. Фух, это специальный чехол для бананов. Я нашел такую штуку в китае, видел пару раз фотки, где школьники кушали обеды свои, и у них обычно есть банан с собой. Потому что они их любят, наверное. И они любят, когда бананы чернеют или когда они такие поцарапанные что-ли. Поэтому они носят с собой бананы в чехле, как альфоны просто. И они не побеждаются, они дольше сохраняются. Давай дальше. Этот патент очень-очень старый, мы придумаем во времена Холодной войны, где-то, не знаю, год, 960-й. Поэтому информация не умеет, и видите, кода тут уже нет. Я его еле нашел в интернете, просто картинку нашел интересную, пытался найти код, но там его не было. Как он работает? Если вы видите где-то ядерный взрыв, и у вас есть лопата с собой, то вы можете начинать очень быстро копать. Если вы успеваете выпивать яму, вы не залезаете, а сверху открываете специальный ящик, в котором есть вот такой вот специальный противоядерный щит. Который спасет вас от взрыва, но дальше не знаю чего. Типа, окей, вылезаешь ты, если конечно вылезаешь. А вдруг ты не успел выкопать? О, да. Вот, это интересно. Это патент на специальную систему выгула змеи. Потому что, как сказано в описании патента, из обычных поводков змея вылезает. А тут нет, тут ты зажимаешь шею змеи, не знаю где она кончается, шея змеи, но где-то вот, ладно, пусть будет тут. Ты надеваешь на змею ошейник и специальный поводок, которые помогают тебе ее выгуливать. Давай дальше. Все понятно. Ты выгуливаешь хомяков на себе. Специальный жилет. Это можно. Давай дальше. Это понравится парням, которые любят пивасик. Это специально, это бербрелла, короче, это зонтик для пива. Если вдруг очень жарко или, не знаю, вы в пустыне, там где песок или дождь, то вы можете защитить свой пивасик специальным зонтиком. Давай дальше. Это очень смешно, потому что это описано как игрушка для животного. Например, было написано в патенте, например, собаки. То есть, как будто есть вариант. И это, по сути, патент на ветку. Да, вот так вот. Почему? Потому что, смотрите, как ее описали. Это игрушка для собаки, как минимум с одним выступом. То есть, вот он. Есть. Все по рецепту просто. Внешне напоминает палку или ветку. Пам-пам. Сделана из любых материалов. Резина, пластик или дерево. Может даже быть дерево. Твердое или эластичное. Похоже на ветку. Давай дальше. Это очки, которые абсолютно без рамы, просто линзы, но они крепятся на пирсинг в носу и в бровях, вот здесь. То есть, все, что вам нужно, просто пробить себя в двух местах. Вот и все. Вот и все. Все просто. Даже не нужно надевать тебе очки. Давайте. Вы поймете. Все просто. Это самый гранский патент, но вот, короче. Это стол. Тут женщина. Ногами сюда. Она очень беременна, очень рожает. Этот стол раскручивается очень сильно. Так сильно, что ребенок аж рождается. Не знаю, как врачи его потом по кругу ловят. И как-то не знаю, что это в полике, но как-то вот так это работало. Было сложно. Короче, в описании к этому патенту было сказано, что женщина должна быть с развитой мышечной системой. Она не должна быть очень цивилизованной. То есть, она не должна быть такой дамочкой. Она должна быть такой... И только тогда она может рожать вот в такой штуке. Очень просто. Очень просто. Давай дальше. Вот. Некоторые... Это патентный тролль, как видите. Я сейчас о них вам расскажу немножко. Кроме изобретателей вообще, кроме людей, которые креативят и что-нибудь придумают, думают головой очень много. Есть вот такие ребята, называются они патентные тролли. Ими могут быть и люди, и также компании. Что они делают? Это, по сути, это компании или люди, которые специализируются на патентных исках. Они ничего не придумывают, ничего сами не делают. Просто крадут патенты и потом бегут сразу в службу, чтобы его отсудить. Точнее, не его, а чтобы отсудить у вас денег за то, что вы что-нибудь используете. Сейчас я вам расскажу, как они работают. Они владеют патентами, но сами они не используют технологии никак. То есть, они ничего не производят. Просто сидят и ждут, пока кто-нибудь начнет использовать их технологию, которую запатентировали якобы они. И потом они бегут в суд подавать иск или просто присылают вам письмо счастья в вашу компанию. Например, приходит вам письмо утречком в компанию. И там написано, что ты, дядя, как там наш патент. Идем в суд или заплатим нам сразу деньги, и мы от тебя отстанем. Потому что, если он будет с вами судиться, даже если он проиграет, вы все равно потратите кучу денег и кучу времени, чтобы доказать ему, что это ваш патент. Поэтому, собственно, так они и работают. Немножко их метода. Они скупают патенты, ну точнее, компании и люди скупают патенты у других компаний, которые обанкротились. Им нужно очень быстро, срочно продать дешево свои патенты. Они это все скупают и потом благополучно ждут, пока кто-нибудь использует их технологии, чтобы побежать в суд или пристать письмецом. Во-вторых, они патентуют все подряд, просто что попало. Давай дальше. Еще раз. И они просто пытаются угадать что-нибудь, что может быть изобретено. То есть просто давай придумать, что они будут, квадратные колеса, записывать. И просто что-нибудь описывать, пытаются как-то описать и подать заявку на патент. Если вдруг это в мире где-нибудь будет, то они сразу будут, то есть вот так вот это работает. Это очень глупо и просто. Также они патентуют то, что может быть изобретено и сделано в ближайшее время. То есть они просто идут в интернете, ищут всякие статейки про технологии. Если вдруг на что-нибудь нет патента, но это скоро будет, типа телепорт, ну не знаю, что угодно. Они тут же описывают это как-то и придут подавать заявку на патент. Потому что когда это изобретут и будут патентовать, то на это уже будет патент, и они смогут просто заработать на вас деньги. Также они патентуют очевидные вещи или то, что уже сделано. То есть они берут какую-нибудь вещь, например, ну что угодно, бутылку. Описывают его как-нибудь очень хитро, по-другому, чтобы это было похоже на бутылку, но не конкретно бутылка. И подают заявку на патент, и комиссия как-нибудь это пропускает, потому что они очень хитро это написали. И у них будет патент на бутылку, например. Вот. Так они работают. И как с этим бороться вообще у компаний, которые боролись часто против троллей, у них есть такой себе план, не очень эффективный, но так они делают. На самом деле, когда на компании подают в суд патентные иски, то они объединяются вместе и идут в суд все вместе, чтобы им было проще доказать, что это патенты их, а не троллей. И им так проще и дешевле обходятся иски. Также они сопротивляются каждый раз, когда на компанию тролль подают в суд, то они туда обязательно идут и доказывают троллю, что вот это мой патент, тогда тролль он или сразу отстанет, потому что ему не нужны долгие иски, судебные всякие там разбирательства, ему нужно просто быстро заработать денег. Ему проще, чтобы ты ему просто заплатил сразу и все, никакого суда. Ну или они, например, компании, которым присылают эти письма счастья, они сразу начинают копаться в этих бумагах, чтобы найти какую-нибудь зацепку у тролля, который пропустил, например, что срок патента уже истек, или что-нибудь такое еще, чтобы потом можно было сказать ему, что вот ты тут провтыкал, мы у тебя победим в суде, так что даже не пытайся. И он сразу пойдет искать какую-нибудь другую сговорчивую жертву. Также в мире сейчас очень такая тенденция крутая к тому, что люди отказываются от патентов, и они не зарабатывают на этом денег, просто дают все людям в мир, например. Ну и дальше. Вот, стоп. Это Илон Маск. Я думаю, вы знаете, кто это. Это парень, который завел кучу крутых штук, например, PayPal, Tesla Motors, SpaceX. И вот он отказался от всех патентов. Он их просто открыл от патентов Tesla Motors. И он на этом не заработал на патентах, но он заработал на том, что другие компании, которые эти патенты использовали, помогли ему сделать технологии для его же машины. И он теперь, когда их продает, он заработает еще больше денег, чем если бы он продавал лицензию на патент. Так что благодарительность — это круто. Также в США разрабатывается закон. Я не знаю, насколько он там уже принят, как там все в процессе, но есть закон, который называется Shield Act. Он очень притормозит троллей, если за него проголосуют, потому что в этом акте сказано, что если тролль, который будет подавать в суд на компанию, проиграет, то он оплатит и свои судебные взносы, и судебные взносы другой стороны. Тогда ему вообще будет невыгодно идти в суд, и это очень-очень притормозит всех троллей. Патентный иск — это вообще серьезное разбирательство, его нельзя игнорировать, и это грозит решеткой, потому что это кража интеллектуальной собственности. Поэтому компании, им очень невыгодно не доказывать то, что они этого не делают, потому что никакая компания в мире не хочет быть вором. Чтобы ей сказали, вот ты украл у нас патент, и еще не идешь в суд — значит это правда, значит так и было, поймали. И на самом деле тролли очень хитро к этому подходят. Они, например, присылают в офис бумаги, например, в большую корпорацию, типа Google присылают письмо, типа вот у нас, точнее у вас наш патент, вы его используете и не платите нам деньги. Вот такую пачку бумаг, и нужно разобраться с этим за 48 часов до суда. Разбирайтесь, как хотите. И вообще в мире очень много сейчас патентных войн даже между большими компаниями. И самая большая патентная война длится уже много лет между компанией Samsung и между компанией Apple. В 2012 году суд обязал Samsung заплатить Apple 1 миллиард долларов за нарушение 6 патентов. В том числе за технологию, когда вы пальцами увеличиваете шрифт за вот эту штуку, Samsung как бы его украл. Также за двойной клик, когда картинка увеличивается, также за кнопку Home на корпусе и за сам корпус. То есть это все было украдено, и они друг с другом воюют, друг друга подают в суд, постоянно как-то пытаются отобрать немного денег за свои же технологии. Также патентные тролли выигрывают в самых крупных приятельных компаниях. Не только там между собой, какие-то маленькие компании работают. Все компании в этой сфере, они тролляют друг другу как могут, и зарабатывают для этого очень большие деньги. Например, компания BlackBerry как-то судилась с компанией NTP. Это названо в интернете «Контора», потому что она никому не известная. И это был 2006 год, и это все закончилось мирно, потому что BlackBerry выплатила еще до решения суда 600 миллионов долларов. компании NTP за нарушение патента, потому что они психанули, не дождались решения суда, потому что если бы выиграла NTP в суде, то они бы просто запретили продажу BlackBerry на территории США вообще. Это их патент, делают что хотят. Еще одна американская компания Minerva Industries запатентовала устройство, которое очень по описанию похоже на смартфон. И сразу же подала иски на все компании, которые производят телефоны. Вот на все просто. Это наш патент, это мы придумали вообще. И они так были самоуверены, что они подали иски на все компании еще до того, каким дали патент. Поэтому пришлось отозвать все иски. Они такие, ааа, окей, можно, можно. Также в 2012 году один парень из России запатентовал телефон с двумя симками. Вот. И сразу же подал судно Samsung на 11 миллионов долларов. Но оказалось, что такой патент уже принадлежит компании, какой-то корейской. В 2002 году она его получила, и у него ничего не вышло. Это было очень глупо. Также один из самых больших и жирных... Давай дальше. Еще дальше. Еще дальше. Еще дальше. Вот. Все пропустил, не важно. Один из самых больших жирных патентных троллей в мире это компания Rockstar. Не тот Rockstar, который GTA придумала игру. Это другая компания. Это компания, которую создали Microsoft, Apple вместе. Ну, еще подключились BlackBerry, Sony и отдельно Ericsson. Эта компания была создана, чтобы купить все патенты одной обанкротившей... По-моему, там была компания, которая обанкротилась в Nordtel, называется. Ну, не важно. Они купили очень много патентов. И вообще у Rockstar было порядка четырех тысяч патентов вообще по всему миру. И это был самый такой один опасный тролль в мире. По-моему, третье место занимало. Не знаю, кто первые два. Но вот в журналах писали, что это было третье место. Один из самых страшных патентных троллей. И эти компании просто судились со всеми, с кем только могли. За телефоны, технологии и все, что только можно было. Они сразу бежали в суд и отбирали деньги как только можно. Потом, чуть позже, когда они поняли, что это очень долго и невыгодно, они просто продали все свои патенты за 900 миллионов долларов и больше не занимаются таким. Так же в 1999 году в России был опубликован патент, который называется, это было изобретение, патентное изобретение, сосуд стеклянный. Пам-пам. То есть два парня из Подмосковья запатентовали все бутылки в мире. Все стеклянные бутылки в мире они тут же подали в суд на компании, которые производят лимонад и пивасик. Но благодаря хорошим юристам они проиграли и этот патент был аннулирован. Потому что как? Вот. Кроме, на самом деле, есть ли в Украине. Давай дальше. Один клип, по-моему. Еще один. Все? Да. И патентные тролли чаще всего занимаются у нас не кражей патентов и не скупкой патентов, а они занимаются торговыми марками. Как это работает? В Украине, точнее в Киеве недавно была вот такая штука. Один клип. Запатентовали вот такую торговую марку. Гоу Огли. Странно, да? Еще один. Но потом они создали сайт. Гоу Огли. Пожалуйста. Гоу Огли. Гоу Огли. Гоу Огли. И сразу подали в суд на Google. Потому что ну как. И Google, конечно, победила в этом суде и патент был аннулирован. Это было очень смешно. Но на этом и закончилось, потому что в Украине также зарегистрировали патенты на, на секундочку, на батарейки. То есть в Украине есть патент на все батарейки вообще. Все батарейки в мире. Патент на зубочистку. Патент на зубочистку. Шуруп. Светильник. Проволочную оплетку для пробок шампанского. Это патент в Украине. Также вешалка для одежды. И на самые распространенные образцы планшетов. Так что, ребята, у нас в Украине тоже с этим все плохо. Не тройте. Будьте добросовестными и придумайте все сами. Спасибо. Давай дальше. Еще раз. Да, есть вопрос. А получается, когда ты регистрируешь патент, тебя не требуют, чтобы это было проверено экспериментом? То есть ты говорил, что можно регистрируя то, что еще не изобрели и что на будущее? Смотри, нужно что сделать? Нужно просто взять очень подробно писать что-нибудь, доказать, что это работает на практике и предоставить пару картинок. Ну вот женщина, которая рожала в центрифуге, это доказали на практике? Скорее всего, патент же выдали. А как ты говорил, что регистрируют то, что скорее всего в будущем изобретут? Например, они приносят описание идеи. То есть, например, нашли, посмотрели фильм «Назад в будущее», там есть ховер-борд «Летающий скейт». Они такие, класс, такого еще нет, но вот в фильме есть, а вдруг такое будет в будущем. И давай описывать, описали, как он работает, посмотрели в фильме, как он выглядит, нарисовали пару картинок, перенесли в Укрпатент и такие вот, я бы хотел покупать. Получается, достаточно описания и экспериментальный образец, нет необходимости. Можно даже патентовать идею вот таким вот. То есть, не нужно прототип перенесить, вот поэтому это так и работает. Круто. А компания Tesla, кстати, она убыточна на самом деле? Наверное. Соглашусь. Важно? Вот у нас есть патент на изобретение и есть на полезную модель. Ага. Я знаю, что в Украине так, а в мире тоже есть такое разделение? Потому что полезная модель там проще. Да, обычно так и разделяется. Там есть торговая марка, ну как, патенты на то же, что и у нас, но у нас список чуть больше, потому что в мире он, там список меньше, но в этот список, в каждый подпункт входит больше всяких предметов. А у нас список длиннее, но там меньше подпунктов. Ну, то есть система та же, например. А так патентируют, точнее защищают интеллектуальную собственность патентами, копирайтами и торговой маркой обычно. Ну, как и везде. Ну, а формула патентования вот эта, отличающаяся тем, что она везде одинаковая или она отличается тоже в законодательстве? Форма патентования? Ну, сложно. Не знаю, я думаю, что она не отличается, но есть... Там просто суть в том, что можно патентовать что-нибудь в Украине, патент действует на территории Украины. И есть такая штука, такой термин называется чистота патента. То есть вы можете взять свой патент из Украины, повезти в Америку. Если там такого нет, то значит патент чистый, можно его использовать там. Но если вы возьмете этот патент из Украины, зарегистрируете его в Украине и в США, по другой форме немного, то его там нельзя будет делать. То есть изобретение ваше производить нельзя будет. То есть система регистрации, она одна и та же, но просто можно распространить ее на разные страны. Можно на целую Европу, можно на мир, можно на несколько стран. Обычно так и делают. Хорошо, а в суде тогда примат чего? Ну там украинского патента или мирового? Допустим, у меня мировой патент, а у кого-то украинский, и он подает в суд в Украине. А проверяют реестр всех патентов в мире, а не только в стране. То есть в мировой? Кто первый зарегистрировал, да? Кто первый зарегистрировал, да, тот и победил. Причем неважно, может быть в другой стране зарегистрировал. Может быть, да. Но если, например, вам не приходят иски патентные, то значит производителю не важно, что в этом делать. То есть, например, если в Америке будет запатентовано что-нибудь, то же, что будет в Украине, и оба предприятия будут работать, то если будет исков, то все хорошо, значит всем плевать. Так а в чем тогда смысл в Украине патентовать там, я не знаю, планшеты? А чтобы не украли идею. Ну так считает свой случай. Просто на самом деле патенты заключаются в том, чтобы, во-первых, защитить и чтобы заработать денег. То есть, если вы запатентовали что-нибудь хорошее, например, планшеты, и вы будете их продавать, то тот, кто будет делать такие же штуки или похожие, то они вам будут платить немножечко денег. Вот для этого нужны патенты. А так, кто не знает. Не, ну я буду с точки зрения тролли его. Что-то известно. Да. А есть какой-то экспорт того, что запатентован в Украину, в какие-то международные инстанции, которые ведут свои патенты? Экспорт того, что у нас запатентовал? Ну, допустим, я здесь запатентовал, а там кто-нибудь, вот, планшет, да? В Китае кто-то делает еще планшет, и он в связи с Украиной не сделает в Украине такого уже планшета. Ну, я не знаю насчет экспорта, но я знаю, что просто люди, которые, ну, компании, которые патентуют разные штуки по всему миру, то они между собой кооперируются, они разбираются в том, что потом куда будет продаваться. Например, ну, те же смартфоны, например. Samsung знает, куда она поставляет все свои смартфоны, и мы знаем, где там запатентовано что, чтобы не было потом проблем с судом. А насчет патентов конкретно из Украины, то я не знаю. Ну, то есть, если здесь запатентовали планшет, в Китае сделали такой же планшет, допустим, они сами его придумали и сделали, то нельзя будет подать на них в суд, сказать, что, а вот они украли нашу идею, потому что они там... Может быть, если вы запатентуете это и в Украине, и в Китае? Нет, я вот запатентовал в Украине. Он сделал то же самое в Китае, но у меня патенты... Ну все, если патенты только в одной стране, то это действует только в одной стране. А если, ну, в другой стране этот патент, то он отдельный. То есть он может прочитать этот патент, пойти к себе в страну сделать там, запатентовать у себя, и делать параллельно? Да. И сейчас. Скорее всего. Если ему будет выгодно возить эти все планшеты и разбираться с этим. Но так обычно не делают. Нет, не Василий, он просто... Я в Украине делаю свой Apple, да? А в Америке свой Apple. А, ну, хитро. Ну, я думаю, что... Таких примеров не знаю, к сожалению, но идея хорошая. Я думаю, что кто-нибудь найдет туда что-нибудь, как притраться. Можно запатентовать научное знание, например, математическую формулу? И при случае публичного использования этой формулы судиться с этим человеком? Да, можно, но это должно отвечать одному из характеристик. То есть это должно быть или изобретение, или где-нибудь это применяться на практике. Ну, то есть, как видите, изобретения, они очень бывают разные. Например, те же, не знаю, лекарства. Там же тоже очень много связи с формулами и с химией. То есть это все патентуют. Например, как авторское файло. То есть они защищаются не патентом, а копирайтом. Например, так, как и программа, например. Вот есть, например, компьютерная программа. Не защищается сама программа, защищается код, в котором эта программа написана. То есть как книга. Так же с формулами и с любыми текстовыми другими выражениями. Да? А какие есть следствия из того, что в Китае нет патентного права? Они клют все, что угодно, и никто не может с ними судиться. Потому что там, например, есть, например, тут есть Макдональдс. А в Китае может быть Шакдональдс, и ты ничего не работаешь. У нас Шакдональдс, мы его не патентовали. А если у вас патент на весь мир, в том числе на Китай, то у нас нет такого права. Мы не знаем, как так будет. Это означает, что вот это патентное право, которое есть во всем мире, в Китае не работает? Нет, поэтому там делают все подделки всего. И никто ничего не может сделать, потому что это Китай. То есть то же самое можно сделать в другой стране? Можно, но это чревато тем, что вас просто выгонят из всяких конвенций международных. И у вас не будет нормальной торговли. А так, да, можно. Спасибо большое. Спасибо.